ВСРФ отказал украинскому КБ «Южное» в приостановлении решения о взыскании с него в пользу Минобороны РФ 1 миллиард рублей. 28 ноября 2018 года Интерфакс АВН ВСРФ отказал украинскому КБ «Южное» в приостановлении решения о взыскании с него в пользу Минобороны РФ 1 миллиард рублей. Главный корпус КБ «Южное» – источник изображения. Arrasen Prison Info. Москва, 27 ноября. Интерфакс АВН Верховный суд в воскресенье РФ 23 ноября отказал Конструкторскому бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов ГП «Южное», КУ, Украина, Днепр, в приостановлении решения о взыскании с него в пользу Минобороны РФ, следует из картотеки суда. Как сообщалось, ГП «Южное» 22 ноября подало в ВСРФ жалобу на решение судов ниже стоящих инстанций о взыскании с него более 1 миллиарда рублей в пользу Минобороны РФ. Решение по жалобе пока не опубликовано. 9-й арбитражный апелляционный суд 28 мая подтвердил решение арбитражного суда Москвы, который 12 марта удовлетворил иск Минобороны РФ о расторжении госконтракта от 29 августа 2003 года и взыскании более 1 миллиарда рублей с ГП «КБ «Южное». Арбитражный суд Москвы 12 марта решил взыскать с КБ в пользу ведомства 1,1 миллиарда рублей, в том числе 915,6 миллиона рублей неустойки, 183,6 миллиона рублей неосновательного обогащения и 3,2 миллиона рублей процентов. Других подробностей нет, дело рассматривается в закрытом судебном заседании. Из открытых источников известно, что контракт предусматривал проведение по заказу Минобороны РФ работ по продлению сроков эксплуатации самой мощной на тот период в мире стратегической ракеты шахтного базирования РС-20 воевода, по классификации НАТО СС. 18 Сатана. Представитель КБ на одном из прошлых заседаний заявил, что рассматривается возможность заключения мирового соглашения. Представитель ведомства тогда сказал, что передаст эту информацию своему руководству. Агентству Интерфакс Украина 20 марта подтвердили в КАУ, что контракт с российским военным ведомством от 2003 года был расторгнут КБ Южное ввиду введенного решением СНБО Украины и указом президента страны в августе 2014 года запрета на военно-техническое сотрудничество, ВТС, с РФ в связи с российской аннексией Крыма. Иск Минобороны РФ к украинскому предприятию был подан в феврале 2017 года, его рассмотрение откладывалось несколько раз. ДПКБ Южная ИММК Янгеля – основной научный центр Украины, владеющий космическими технологиями, весомая часть продукции и услуг компании поставляется на экспорт, включая страны ЕС и США. Предприятия ракетно-космической отрасли Украины обеспечивали продление сроков эксплуатации стоящего на вооружении РВСН РФ ракетного комплекса 15П-118, МБР РС-20, по западной классификации СС-18 «Сейтан». ИВ – разработки ГПКБ Южная и производства ГП Южмаш, оба Днепр, до разрыва ВТС СРФ. 27 ноября 2018 года право на данный материал принадлежат Интерфакс АВН, материал размещен правообладателям в открытом доступе.